Спасибо, вечер на седьмом. Да, мы готовы рассказать свежую порцию новостей. Очередное наводнение. Город парализован. Ураганный ветер и проливной дождь обрушились на Одессу с вечера понедельника. К утру многие улицы оказались полностью затоплены. О последствиях урагана Екатерина Лапицкая. На улице Балковское движение почти полностью парализовано. Из канализационных люков фонтаном вздымаются потоки нечистот. Водители, стоя по колено в воде, выталкивают заглохшие автомобили. Лишь бы подальше от затопленных участков, где уже стоят четырехколесные утопленники. Эту иномарку пришлось извлекать из центра водного бедствия на Балковской. Автомобиль одного из операторов седьмого канала тоже пострадал. Не смог преодолеть участок на улице Старопорта Франковской. Как и машина скорой помощи. Пешеходам не легче. Как и проезжая часть, тротуары и межквартальные проезды тоже оказались затоплены. Чтобы перебраться на противоположную сторону улицы, приходится идти по колено в воде. Район Пересыпи тоже по традиции затопило. Плотный поток машин оказался в водном плену. Преодолеть этот участок удается не всем. Приходится выталкивать заглохшие автомобили. Улица Приморская. Картина та же. Движение общественного транспорта затруднено. Ряд маршрутов, трамваев и троллейбусов не работает. Маршрутки переполнены, а если удалось сесть от потопа, все равно не скрыться. Движение общественного транспорта. Через переливные окна по четырем самодечным выпускам стоки поступают в море. Такая же ситуация и в других районах Одессы. Это подвергает угрозе жизни и здоровье отдыхающих на всех пляжах. При интенсивных осадках Приморская и Таможенная площадь затапливаются. Через люки колодцев ходит стоками и продуктами жизнедеятельности. А пока ищут деньги Одесситам и дальше придется в дождливую погоду добираться на работу в Клайф. Екатерина Лапицкая, Алексей Барановский, Дмитрий Колцын, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Крытские службы и ведомства о сильных осадках были предупреждены за три дня до стихии. Сводки о приближении шторма синоптики давали чуть ли не с пятницы. В то же время сегодняшняя стихия бьет рекорды. Выпало уже более 100 миллиметров. Отмечу также, что к девяти вечера дождь закончится, а завтра существенных осадков уже не ожидается. Без электроэнергии остались 24 населенных пункта в Одесской области. По данным ГСЧС, сейчас их восстанавливают, задействовали 11 бригад Облэнерго. Кроме того, спасатели эвакуировали из водного плена три автомобиля на проспекте Маршала Жукова в поселке Шаба маршрутный автобус. Что касается Одессы, Облэнерго обещают полностью ликвидировать последствия непогоды к завтрашнему вечеру. В городе без света сейчас около двух тысяч частных домов. Реки воды и фонтаны из канализации были на таможенной площади. Правда, чистить ливневки проезжую часть пришлось сотрудникам Одесского порта. Коммунальщики там так и не появились. Таможенная площадь. Вода струется здесь просто реками. Правда, в этот раз ее немного меньше привычного. Все потому, что она благополучно уходит в ливневки, которые, заметьте, чистят сотрудники Одесского порта. Владимир Николаевич работает в порту 9 лет. Столько же времени на таможенной площади он чистит ливневки. В помощь – метла и лопата. Чтобы избавиться от листьев, целлофана и прочего мусора, приходится едва ли не по колено стоять в воде. Там бывало год, два, три, пять назад люки взрывало. Подлетали в метр три-четыре. Такой напор воды был. Ну когда сильный дождь? Ливень. Опана. Вместе с камнями совсем. Сейчас более-менее нормально. В помощь сотрудникам порта выехала тяжелая техника. Тоже от порта. Задача трактора – чистить проезжую часть от песка. Постепенно вода все же уходит. Но из некоторых ливневок продолжают бить фонтаны. Непогода многим испортила не только обувь, но и настроение. Ну, что бы сегодня утром поехал. Даром поехал, так называется. Почему даром? Ну, пар не было, учителя не приехали. Зато все мы приехали. Отпустили нас. Я сейчас подожду, если будет какая-то маршрутка. Если нет, то иду до Пересипа и там уже посмотрим. Потоп? Да, где-то заливок, где-то вроде… Зато пробок не очень много. И действительно, транспорта на дорогах здесь очень мало. В том числе и городского. Чтобы уехать на поселок Котовского, люди очень долго ждут маршрутку. Если те и приезжают, то забитые под завязку людьми. Кристина Немченко, Андрей Кульба, Седьмой канал. На улице Фабричная затопило подвал жилого дома. А на Слободке люди самостоятельно роют траншеи для отвода воды. Среднефонтанская площадь, как и всегда, превратилась в озеро. Как обстоят дела в разных районах города, расскажет Анастасия Кожушка. Жители Слободки страдают от отсутствия ливневок. Во время дождей их дома сильно подтапливают. Вода льется под дом, в дом. Сырые стены стали полностью. Цветут стены, потому что вода под дом идет. Лариса Зиновьевна рассказывает, подтапливать стало после того, как на ее улице сделали дорогу. Долгожданный ремонт вылился в большие проблемы. Была грунтовка, положили асфальт, не сделали ни откосов, ни водоотводов, ничего. Чисто отмыли деньги, значит, называется. А эта женщина взяла все в свои руки и самостоятельно решила прямо под дождем вырыть траншею, чтобы вода хоть немного уходила. В комнатах уже начала появляться влага на стене. Вон все под домом. На Черемушках ситуация не лучше. Здесь коммунальщики блеснули умом. Несмотря на штормовое предупреждение, вчера вечером они решили проделать дыру в стене одного из жилых домов. Для чего жильцы понять не могут до сих пор. Теперь у них полный подвал воды, а дыру пришлось заделывать самостоятельно. На это пошли все подручные средства. Сегодня всю ночь в эту яму лилась вода. А дом старый? Дом старый. Где акт? Кто что должен? Почему? Для чего менять? Мы до сих пор не знаем. Или им галочку надо было поставить? Все вода была. Это сейчас пока закрыли на время. А там уже вода идет под низ. А вода идет. Подвал дома полностью затоплен. Люди в отчаянии. По всему городу лежат упавшие деревья. А вот так на проспекте Гагарина чистят ливневые стоки. Как и всегда. Почему-то после ливня. На Среднефонтанской площади, прямо на перекрестке, теперь озеро. Здесь машины проезжают с трудом, при этом теряя номерные знаки. Некоторые не растерялись и предлагают забрать их за деньги. Средняя такса 200 гривен. Сейчас вся эта дорогостоящая коллекция находится на Среднефонтанской, 57. Анастасия Кожушка, Валентин Мирза, 7 канал. Сильный ветер в Одессе уже повалил более 60 деревьев. На Соборной площади, на улице Куприна, две машины оказались под кроной, вырванного с корнем клёна, во дворе на улице Королёва, возле рынка Южный. Такая же ситуация и на седьмой станции Большого фонтана. Но там в основном падали ветки, которые к тому же еще и оборвали линии электропередач. На месте уже работают коммунальщики. А на Николаевской дороге в районе Молодой гвардии с утра работали не только спасатели, но и медики, и полиция. Около 9 часов дерево рухнуло на автомобиль с водителем внутри. Мужчину доставили в областную больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга и боли в спине. Дерево с проезжей части уже убрали, движение восстановлено. На некоторых улицах Одессы понемногу начинает сходить вода. Горожане находят на проезжей части автомобильные госномера. Наш оператор снял целую выставку таких на улице Среднефонтанской возле дома номер 61. Кто узнал свои, забирайте. Патрульная полиция советует поступать с находками так. Если найдены номерные знаки, первый вариант отдать их патрульным, которые поезжают либо находятся рядом. И инспектора придут, отдадут в административную практику, где владелец может прийти забрать. Это Королева 5, 3 этаж, 301 кабинет. Если же водитель утерял и не знает, как быть, то, конечно же, тоже обращайтесь к нам. Утром мы на страничке Facebook патрульной полиции Одессы отфотографируем и утром выставим те номерные знаки, которые у нас находятся в административной практике, которые мы готовы вернуть владельцам. Ну и также будем информировать жителей Одессы о том, что у нас есть. И, конечно, мы будем готовы их вернуть владельцам. Полиции просят водителей прикреплять госномера надежнее. Стандартные пластиковые рамки со временем пересыхают, что приводит к их потере, особенно с учетом дождевых потоков. Тем временем на дорогах с утра десятибальные пробки. Дозвониться и вызвать такси сегодня проблематично. В некоторых службах трубку не брали вовсе, а в остальных повышенные тарифы и часы ожидания. Наши корреспонденты позвонили по десяти различным номерам и узнали, сколько в непогоду стоит проезд по городу. Машин нет. Машин нет? Да. А какие тарифы расскажите? Полуторный тариф делать. Скажите, а машинки есть у вас? Надо ждать. А сколько примерно? Пока не могу сказать. Полчаса, час. А тариф у вас какой? Полуторный. От Вильямса 42 и до десантной 14 сколько будет стоить? 305. Около часа ждать. А тариф какой? Полуторный. Скажите, от Вильямса 42 до десантной 14 сколько это будет стоить? 210 гривен. Скажите, а тариф какой у вас сегодня? Полуторный. Рекордный 5. До 5-й станции, до остановки. 5-й станции. 111. У нас тариф обычный, но у нас нет машин. Ждут люди машины с 7 утра, уехать не могут. Понятно. А причина? Причина. Затоплено полгорода, пробки стоят, аварии, все что угодно. И пока одни одесситы жалуются на непогоду, выкладывают в социальные сети фотографии с утонувшими автомобилями и затопленными улицами, некоторые жители пытаются находить в этом позитив и купаются прямо в лужах. Благо, уровень воды позволяет. Затем мужчина повторил свой прыжок и снова окунулся в воду. За три часа видео набрало около 10 тысяч просмотров. Одесским предприятиям рекомендуют сделать сегодня короткий день и отпустить сотрудников пораньше. По прогнозам синоптиков, сильный дождь продлится до конца дня. Департамент образования поручил педагогам поддерживать связь с учениками средних классов для контроля возвращения детей после уроков. А в Ану имени Мечникова пары отменили вовсе. И у меня на этом все. Сразу после новостей не переключайтесь. В эфире «Вечер на седьмом». Тема «Непогода» и ее последствия. «Вечер на седьмом».